МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, он занял место, которое стало вакантным после назначения Евгения Алексеева сенатором. Депутаты окружного собрания сегодня провели очередную пятую сессию. В повестку дня включили 25 вопросов. Часть из них была посвящена реализации социальной политики в регионе. На пятой очередной сессии собрания депутатов приняли несколько законопроектов по увеличению мер социальной поддержки. В частности, увеличили выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Сегодня эта категория населения ежемесячно получает 20 850 рублей. Законотворцы увеличили размер выплаты до 25 тысяч. Кроме этого, все ветераны в преддверии 70-летия Великой Победы получат единовременную материальную помощь в размере 70 тысяч рублей. Также на сессии приняли изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, в частности, в организации летнего отдыха для детей. Принятый в двух чтениях закон дает право детям, которые добились успехов в учебе, искусстве и спорте, использовать бесплатные путевки в оздоровительные учреждения один раз в два года, а не в три, как это было ранее. Кроме того, дорога до места летнего отдыха и обратно теперь будет оплачена. Такое же право предоставили и детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Не забыли и о тех, кто сопровождает организованные группы детей к местам отдыха. Оплату стоимости проезда проживания и питания им компенсируют из окружного бюджета. В первом чтении принят законопроект, касающийся оплаты стоимости отпуска за границу. Напомним, 11 сентября на сессии был принят закон, согласно которому компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно за пределы России, для чиновников и работников бюджетных организаций с 1 января 2015 года будет ограничена суммой в 30 тысяч рублей. Позже губернатор региона заявил, что принятые поправки не должны касаться работников бюджетных организаций. Речь идет о служащих. Илья Сахаров, Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Прямые выборы губернатора отменены. Во втором чтении был принят законопроект, в соответствии с которым главу региона будут избирать депутаты собрания депутатов по представлению президента Российской Федерации. Поправки в окружной закон и устав округа будут распространяться на издание уже следующего губернатора после окончания полномочий действующего главы региона Игоря Кошина. Также окружные парламентарии предусмотрели поправки, увеличивающие перечень полномочий губернатора. Глава региона будет обеспечивать взаимодействие между органами исполнительной власти округа и органами исполнительной власти Архангельской области в целях устойчивого социально-экономического развития округа и социального благополучия населения. Усилить меры безопасности на зимних дорогах. Такое поручение губернатор региона дал главе Заполярного района. Игорь Кошин отметил, что в Коткино закуплены дорожные вешки, которые помогут водителям не сбиться с пути. Необходимая для безопасности на зимних дорогах покупка обошлась в 380 тысяч рублей. Коткинский муниципалитет приобрел 2000 вешек, изготовленных из пиццпластика, который не ломается и устойчив к низким температурам воздуха. Подобные конструкции хорошо себя зарекомендовали на территории Тюменской области. Вешки будут установлены в трех направлениях – от Коткино к поселку Великовисочное, в сторону Индиги до места называемого «Щучья изба», а также от Коткино до Хоряги. Игорь Кошин поручил главе Заполярного района заняться вопросом обвешивания зимних дорог на западе округа и близлежащих к окружной столице сельских поселений. Оленеводы общины Канин заготовили первую партию мяса. Убойная кампания в НИСИ началась с опозданием почти в неделю. Причиной стала плюсовая температура воздуха. Мясо охлаждает на улице, а в теплую погоду такой возможности нет. Хотя новый убойный цех, который позволяет заготавливать мясо в любое время года, в общине простаивает уже второй год. НИСИ первой бригады загнали оленей на убой. В этом году норма поставлена 90 тонн, 45 ожидается от частников и столько же от общины. Неделя простой бригад и оленей можно было избежать, ведь у СПК в прошлом году появилось новое финское оборудование. В 2012 году мясокомбинат предоставил современные убойные разделочные цеха, морзильные камеры. Это современный финский убойный цех, который независимо от погодных условий, позволяет забою оленей более ранние сроки и как бы он включает в себя разделку и шоковую заборозку мяса ПК. Пустить в оборот новую установку в этом году не успели. Длительное простое оборудование почти два года стал причиной технических неполадок, поскольку все предметы импортные, заказывать запчасти пришлось в Финляндию. По словам оленеводов, угод в эксплуатацию мобильного убойного пункта позволит не только быстрее заготовить мясо, но и сократить затраты. Меньше затраты, там всего лишь 5-6 человек хватает для работы на этом цехе. А сейчас придется у одной забойной бригады, у нас 12 человек. Впрочем, к концу убойной кампании с ремонтом предполагают закончить и уже на новом оборудовании испробует заготовку мяса, пока убойная кампания проходит по старым технологиям. Неизвестному защитнику Родины посвящается. Впервые Россия отметила День неизвестного солдата. Ученики 4-й школы почтили память погибших запуском журавлей. Попался на взятки. Прокуратура озвучила наказание, которое понесет полицейский за незаконное получение денежных средств. СПК «ЕРФ» реализует мясо оленины по цене 255 рублей за 1 килограмм в туше. Несные консервы 500 грамм по 175 рублей. 325 грамм по 120 рублей. Приобретайте со склада в Нарьян-Маре. Улица 60 лет, Октября, 74А. Телефон для справок 486-02. Вневедомственная охрана – это надежность, проверенная временем. Оперативное реагирование группы задержания круглосуточно. Тревожная кнопка. Пожарно-охранная сигнализация. Современные технологии. Отдел вневедомственной охраны ОМВД России по НАУ. 4-21-41. Имя твое неизвестно, подвиг твой не забыт. Под таким девизом в школах округа прошла акция исторической памяти. День неизвестного солдата сегодня впервые отмечают в России. Памятная дата появилась в календаре согласно указу президента. Ученики городских школ приурочили к ней акцию, которую провели для них участники Общероссийского народного фронта. Дата 3 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1966 году, во знаменовании 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы. Его торжественно захоронили в Александровском саду. В этот день вспоминают тех, кто погиб на фронте и чьи имена остались неизвестными. 3 декабря – это день памяти о погибших безымянных солдат. И журавлики символизируют этих безымянных солдат. Они как бы летают к небесам с шариками. По инициативе Общероссийского народного фронта в этот день во всех окружных школах прошли уроки мужества. В школе номер 4 участники боевых действий показали ребятам фильм. Рассказали о службе в вооруженных силах и участии в локальных войнах. Дни воинской славы, я считаю, что очень важны и воспитание патриотического у молодежи и у детей, и вообще воспитание гражданской позиции активной. Поэтому мы сегодня провели уроки мужества в нашей школе. Мы провели школьные радиопередачи, объявили об этом дне, почтили память тех солдат, которые не вернулись из боевых действий в годы Великой Отечественной войны и другие военные конфликты, которые были уже в мирное время. Ученики кадетского класса во дворе школы запустили в небо бумажных журавликов. Международный символ мира и памяти они изготовили своими руками. Каждый час в эфире радио «Наридмар ФМ» можно услышать стихи в исполнении юных жителей нашего города. Акция называется «Историческая память». Приурочена она к сегодняшней памятной дате. Надежда Литкова, Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, Игорь Рочев, Телеканал Север. 3 декабря в российском обществе отмечают и День юриста. Это профессиональный праздник судей, судебных приставов, прокуроров, адвокатов, сотрудников внутренних дел и всех, кто имеет отношение к юриспруденции. В Ненинском округе к этому дню проводят конкурсы профессионального мастерства и отмечают тех, кто предан не только своей работе, но и спорту. Накануне Дня юристов судей Ненинского округа определили лучшего секретаря судебного заседания и помощника судьи. Конкурсанты должны были решить тесты и практические задания. Кроме этого, секретари писали диктант, а помощники судей составляли процессуальный документ. Победителем в первом конкурсе стала Мария Корзова, представитель Ненинского суда. А приз за первое место в конкурсе среди помощников ушел в Наринамарский городской суд. Второе и третье места остались за представителями окружного суда. Ольга Коновалова стала лауреатом второй степени. В городском суде практики больше. И дел больше намного рассматриваемых. У нас дел намного меньше и практики меньше. Поэтому я считаю, что первое место достойно занял городской суд. В этот день награды и благодарности получили и те, кто защищает честь окружного суда в спортивных состязаниях. На ежегодном турнире по волейболу, посвященному Дню юриста, ненецкие служители Фемиды заняли третье место. В профессиональный праздник никто не остался без подарка. Каждый работник получил денежную премию и аплодисменты коллег. Проблемы в повседневной деятельности встречаются, они есть и были, и будут. Но всё-таки, я думаю, у судов будущее самое перспективное. Без судебной системы в нормальном правом государстве жить нельзя никак. Поэтому суды будут развиваться. За текущий год наш суд поработал очень хорошо. Судебные решения нашего окружного суда не были предметом отмены высшестоящих судов. Поэтому я горжусь за наш коллектив. Полагаю, что мы и в будущем будем держать нашу марку и являться одним из лучших судов Российской Федерации. Сегодня принимают поздравления не только представители судебной системы, но и все юристы. Сейчас они обеспечивают законность работы предприятий, организаций, органов власти, адвокатских палат и других сфер жизни нашего государства. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В мировом масштабе 3 декабря отмечают День инвалидов. По статистике на планете проживает около миллиарда людей, имеющих ограничения по здоровью. Все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и психологическими трудностями. Специальный день в году еще раз напоминает нам о том, что эти люди нуждаются в особом внимании. С 1 по 10 декабря в Ненинском округе проходит декада инвалидов. Центр занятости населения в эти дни проводит горячую линию по вопросам трудоустройства. По будням с 8.30 до 17.30 специалисты центра ответят на все интересующие вопросы по телефонам 42345 и 4308. Также в центре пройдут круглые столы, ярмарки, вакансии и дни консультаций. Сотрудники отдела ГИБДД по Ненинскому округу присоединились к акции. Автолюбителям вручили специальные памятки об особых участниках дорожного движения. Есть категория участников дорожного движения с ограниченными возможностями. То есть это как и водители, так и пешеходы. Есть водители у нас, те, которые, естественно, передвигаются, управляют транспортным средством с помощью, не так, как обычно человек управляет, а то есть там специально приспособленный автомобиль. И, естественно, реакция его, значит, действия и реакция на какие-то, ну, немножко не такова, как у обычных людей. Сегодня старшеклассники, студенты и выпускники прошлых лет написали сочинение к единому госэкзамену. С этого года сочинение станет обязательной частью ЕГЭ и без положительных результатов данной проверки в будущем году к ЕГЭ не допустят. Тема работы огласили ровно за 15 минут до начала экзамена. На выбор было предложено 5 тем. Во время проверки знаний разрешено пользоваться орфографическим словарем. Оценивать будут не грамотность, а зрелость проверяемого. Есть 5 критериев, по которым будут оценивать работы. Это соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, логика рассуждения и грамотность. В своей работе разрешено опираться не только на классику, но и на современные произведения. За сочинение можно получить зачет, либо незачет. Рекомендуемое количество слов — 350. На всю работу отводится 3 часа 55 минут. 11-классники пишут сочинения у себя в школах, студенты в учебных заведениях, выпускники прошлых лет в Центре развития образования. Тот, кто за сочинение получит незачет, сможет переписать его 4 февраля и 6 мая. Если у вас возникли вопросы, на них готовы ответить специалисты Управления образования по Ненецкому округу. Телефоны 432-74-430-39. Городской суд вынес приговор в отношении заместителя командира взвода Дорожно-патрульной службы ОМВД России по Ненецкому округу Евгения Ольховского. Он признан виновным в получении взяток. Ближайшие 8 лет полицейский теперь уже в прошлом проведет за решеткой. Признан виновным в получении взяток за незаконные действия, выразившиеся в изъятии и уничтожении административных протоколов, составленных в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и возвращением водительских удостоверений. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности правоохранительных органам со штрафом в размере 3 миллионов рублей. И мы снова прерываемся на небольшую рекламу. Сразу после нее продолжим. Оставайтесь с нами. Во имя Арктики и Православия. В Нарьенмаре открылась выставка работ, посвященных истории российской Арктики. Свои работы представили художники Нарьенмара, Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Вневедомственная охрана – это надежность, проверенная временем. Оперативное реагирование группы задержания круглосуточно. Тревожная кнопка, пожарно-охранная сигнализация, современные технологии. Отдел вневедомственной охраны УМВД России по НАУ. 4-21-41. СПК «ЕРФ» реализует мясо оленины по цене 255 рублей за 1 килограмм в туше. Мясные консервы 500 грамм по 175 рублей. 325 грамм по 120 рублей. Приобретайте со склада в Нарьенмаре. Улица 60 лет, Октября, 74А. Телефон для справок 486-02. Селигер по Нарьенмарски. 4 и 5 декабря в столице округа пройдет первый молодежный образовательный форум «Я и моя малая родина». 85 лет Ненинскому округу. Он объединит более 300 представителей молодежи региона, в том числе и сельской местности. Региональные форумы по типу Селигера сегодня проходят практически в каждом регионе. Инициатором образовательных встреч молодежи стал Владимир Путин. В 2012 году он поручил организовать такие форумы для сплочения молодежи. Главная идея съезда – обмен опытом и создание новых проектов в различных областях жизни. Обучать молодежь приедут специалисты из Архангельской и Москвы. Например, Игорь Узлов, один из известных организаторов «Вечерок» в России, станет тренером площадки «Арт-квадрат». А начинающие предприниматели получат светы от бизнес-тренера, успешного предпринимателя Вария Лебасова-младшего. Шесть тематических площадок. Выбор обусловлен тем, чтобы эти направления были в нашем регионе. И все уже знают, что у нас есть «Беги за мной», «Арт-квадрат», «Технология добра», «Предприниматели». И поэтому вот те направления, которые у нас сегодня есть, по этим направлениям и будут работать площадки. В связи с тем, что форум проводится в рамках программы все-таки по патриотическому воспитанию, мы не могли, и тем более в преддверии победы, мы не могли обойтись без патриотической площадки. И также у нас год культуры, поэтому форум проводится при поддержке управления культурой до организатора управления образованием. Поэтому у нас будет и площадка «Арт-квадрат». Художники Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга и Наринмара объединились во имя Арктики и Православия. В экспозиционном зале Культурно-делового центра Арктика открылась выставка «Север православный». Знатоки изобразительного искусства привезли более 70 работ, посвященных истории русского православия в северных регионах страны. Открылась выставка выступлением специально приглашенного духовного квартета Свято-Троицкой Сергия В. Лавры. И не случайно, ведь в этом году отмечается 700-летие Сергия Радонежского, основателя обители и преобразователя монашества Северной Руси. Север сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он не знал ни монгольского ига, ни крепостного права, что сказалось в мужественном, достойном и простом характере северян. Издревле северяне отличались уникальным духовным складом и миролюбием, что создавало особый характер и отношение к вере. Художникам своими картинами удалось показать эту особенность северного духа, а также красоту храмов и природы севера, ведь большинство произведений написано с пленера, то есть с натуры. Вот эту святость мы и видим, запечатленную в устремлениях душ художников, которые так щедро дарят эту радость видения божественного мира, преображенного молитвой и святостью каждому из нас. Я, честно сказать, не ожидал, что увижу такие прекрасные, вдохновенные, глубокие работы, каждая из которых заслуживает самой высокой оценки, потому что в них вложена душа человека, могущая смотреть открытым взором на божественный мир и устремляться в этом видении ко Творцу. Я желаю, чтобы как можно больше людей пришли посмотреть, приобщиться к этой действительно благодати и красоты, чтобы как можно больше людей с помощью наших художников, их воплощенные молитвы в своих полотнах становились все лучше и лучше. Все художники, чьи работы экспонируются, члены региональных отделений Союза художников России. Их произведения прошли тщательный отбор художественного совета выставки, которые сотрудники выставочного зала готовились целый год. Помимо работ, представленных в технике живописи, графики на выставке также посетители смогут увидеть замечательные скульптуры и работы в технике горячей эмали. И специально для выставки «Северправославный» мы изменили график работы выставочного зала. С 1 по 19 декабря выставочный зал будет работать без выходных и без перерывов на обед, чтобы все жители, у кого есть возможность, у кого есть желание, пришли и полюбовались, потому что работы выставлены действительно уникальные. Художники Ненецкого округа не остались в стороне. Четверо выставили свои работы. Надежда Ваучейская представила несколько работ из Соловецкого цикла. К слову, первую поездку художницы на архипелаг организовал именно выставочный зал. Надеемся, что мы теперь еще поедем дальше. Художник из Санкт-Петербурга Ольга Полякова написала портрет епископа Налинмарского и Мизинского Иакова. Посетители выставки отметили поразительное сходство. Почетный житель Налинмара Светлана Федянова сразу обратила внимание на знакомый вид. Одна из картин изображает Кирилло-Белозерский монастырь, который находится в городе Кириллове Вологодской области. Не ограничиваясь выставкой, организаторы приглашают всех желающих на первые региональные рождественские образовательные чтения «Князь Владимирский. Цивилизационный выбор Руси». В рамках проекта «Северо-православный» 5 декабря преосвященнейший владыка Иаков выступит с лекцией в выставочном зале Культурно-делового центра Ненецкого округа. Надежда Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Спортсмены ликуют. В эту субботу стартует межмуниципальный чемпионат и первенство Ненецкого округа по мини-футболу. Турнир традиционный и принять в нем участие может любая команда. Для этого необходимо просто определиться с составом и подать заявку. Предоставить документ необходимо на заседании судейской коллегии. Она состоится 4 декабря в 19.30 в спорткомплексе «Норд». Пока для участия в турнире заявилось 16 команд. 8 сильнейших по итогам прошлогодних состязаний будут сражаться в чемпионате. Остальные разделят на две леги и в играх между собой они определяют сильнейшего в первенстве. Правила традиционные. 4 в поле, 1 на воротах. В чемпионате 2 тайма по 30 минут, в первенстве 2 по 20. Финансируется турнир в рамках городской и районной программ развития физической культуры и спорта. Если ваша команда хочет принять участие в чемпионате или первенстве, вам необходимо подать заявку. Вся информация по телефону 8-911-556-6106. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ненецкая компания электросвязи приступила к строительству оптической сети «Джипон» — оптическое волокно в квартиру в городе Нарьинмар и поселке Искателей. Что такое технология «Джипон»? Это оптическая сеть, обеспечивающая многофункциональный широкополосный доступ в интернет с качественным и надежным соединением на высоких скоростях до 1 гигабита в секунду. По одному оптоволоконному кабелю, проведенному непосредственно в квартиру, абонент получает услуги передачи данных, телевидения и СИП-телефонии с гарантированным качеством обслуживания. Преимущества архитектуры PON — отсутствие промежуточных активных узлов, экономия оптических приемопередатчиков в центральном узле, легкость подключения новых абонентов и удобство обслуживания. Подключение, отключение или выход из строя одного или нескольких абонентских узлов никак не сказывается на работе остальных. Вам будет предложен полный комплекс услуг связи, начиная от цифровой телефонии, доступа в сеть интернет, телевидение, до организации, корпоративных каналов и передачи данных. Интересующую информацию можно получить по телефону 2-11-03, 2-11-05, 2-19-11.